Друзья, мир стремительно меняется, и я вас уверяю, у медицины опять не хватит рук, уже не хватает рук, чтобы помочь просто обычным людям. Поэтому каждый из вас должен взять ответственность за своё здоровье на себя, за здоровье своей семьи. Особенно сейчас я обращаюсь к женщинам. Первое, что вы должны сделать, вы должны поддерживать питание максимально хорошее из тех условий, в которых вы находитесь. Максимально хорошее питание, это первое. Второе, что мы должны сделать, мы должны поддерживать оптимальную физическую нагрузку. Проще всего сейчас сесть за социальные сети и утонуть там. Но каждый человек, который хочет не только выжить, но и иметь высокий уровень жизни в своём теле, в своём здоровье, должен знать, что физическая нагрузка, хотите вы этого или не хотите, она абсолютно необходима. В течение часа или полчаса в день вы должны заниматься оптимальной для вас физической нагрузкой. И третье, это гигиена мозга. Это очень важно, потому что, ну, наверное, вы, ну, в общем, смотрите вы на какие-то определённые вещи в своей жизни из состояния хорошего настроения, состояния плохого настроения или горя. И одна и та же картинка воспринимается совершенно по-разному. Так вот, гигиена мозга — это тоже очень важно. Иногда себя нужно заставлять. Вот реально у меня было несколько таких моментов в жизни, когда я принудительно нацепляла на себя улыбку и принималась за какую-то физическую деятельность, для того, чтобы, ну, хоть как-то выжить в эмоциональном плане. Вот эти три основных момента. Итак, оптимальное питание — лучшее из того, что вы можете себе позволить. Обязательная оптимальная физическая нагрузка — это должно быть ежедневно. И гигиена мозга. То есть смотрите то, что вас поддерживает. Общайтесь с теми, кто вас поддерживает. И берём на себя ответственность за своё здоровье. Потому что, ну, честно, мы просто никому не нужны.